Сейчас я еду в зал. Сегодня будет тренировка спины и бицепса. Также я буду делать жим лежа и покажу вам, что я делаю, чтобы улучшить свой жим для грядущих соревнований. В последние два дня я смотрел много разных видео по жиму. И пытался собрать информацию от разных лифтеров, чтобы сделать мой жим максимально эффективным. И наконец-то... Это заняло два дня. Я вчера делал жим. И кажется, моя новая соревновательная техника теперь идеальна. Давайте покажу, как я раньше жал. Хват был более узкий. Получается, я берусь уже рисок. И это почти сжим узким хватом. Гриф находится на уровне глаз. И когда я снимаю штангу... Вот отсюда. Мне нужно тратить энергию, чтобы довести штангу. И получается пулловер. Для занятия стартового положения. Я опускаю сюда. И выжимаю. И у этого движения получается огромная амплитуда. Но для пауэрлифтинга нужно максимально сократить амплитуду для поднятия больших весов. Сейчас я покажу, что я изменил, чтобы жим был более эффективным. Начинаем с постановки. Я встаю вот так. Немного выше, нежели было раньше. Я вставал ближе к концу с камеей. И за счет этого штанга была очень далеко от точки, на которую надо опустить штангу. Встаю вот здесь. Теперь самое важное. Когда я ложусь под штангу, я ложусь так, что моя шея прямо под грифом. За счет того, что я лег выше. Автоматически штанга прямо над шеей. Что идеально, ведь когда я снимаю штангу, она именно там, где необходимо для начала жима. За счет того, что я лег выше, мой хват немного шире. Не максимально широкий хват, но шире, чем обычно. Сейчас покажу, что мне нужно, чтобы снять штангу. Небольшое усилие. Снял и готов сжать. Большая разница по сравнению с тем, что было. Это как обычно. Снял, и мне нужно доводить штангу. Окей, чтобы показать вам следующее, мне надо снять футболку, чтобы было понятно, о чем я говорю. Я не пытаюсь найти причину, чтобы снять футболку, но эта футболка очень плотная, и вы не видите всего, что происходит. Это моя новая соревновательная техника. Вот сюда. Немного ближе к грифу. Берусь пошире. Снимаем со стоек. Мой мозг намного больше, чем был до этого. И это по той причине, что я сильнее опускаю свои плечи. Необходимо сводить лопатки. Они должны жестко упираться в скамью. Получается, вы напрягаете свою середину спины. Когда я не уделял этому внимания, и мои плечи были у шеи, движение выглядело очень странно. Покажу еще раз. Мост намного больше. И за счет того, что вы опускаете плечи, штанга занимает нужное положение. Вместо того, чтобы жать так, из-за чего амплитуда увеличивается, нежели так. Короткая амплитуда. Маленькие изменения, но большая разница. Вы представить не можете, насколько теперь легче жать. Еще кое-что, что я забыл рассказать. Это касается лифтерского сжима. В IPF ваш затылок ягодицы должны касаться скамьи. Пятка должна быть прижата к полу. В моем случае, вся моя задница лежала на скамье. Что было неверно, и мне подсказали, что только область ягодиц, которая переходит в бицепс бедра, должна касаться скамьи. Не нужно, чтобы все лежало. Потому что, когда вся задница лежит на скамье, уменьшается мост, и, соответственно, увеличивается амплитуда. И когда только час ягодиц, который переходит в бицепс бедра, касается скамьи, мой мост намного больше. Окей, сейчас я покажу, как мой жим выглядит от и до. Это мои новые наработки. Встаю повыше. Убеждаю, что штанга прямо над шеей. Я округляю спину еще сильнее, чтобы мост был больше. Но при этом ягодицы бицепс бедра касаются скамьи. Таким образом, я чувствую работу квадрицепсов. Ощущение, будто немного поприседал. Все работает как надо. Я чувствую, что мой жим подрастет. Окей, это некоторые моменты, которыми я научился за последние два дня. И мой жим более эффективный теперь. И совсем скоро я буду жать очень много. Друзья, если вам интересно подобное и полезное видео, то обязательно подпишитесь на мой канал. На нем вы можете увидеть видео с Тэффи Коэн, Эдой Коэна, Кайлера Вуллома и многих других зарубежных атлетов. Если вам интересно, чтобы я перевел еще больше видео Рассела Орхи, то напишите об этом в комментариях. И давайте соберем более 70 лайков под этим видео. Рассела Орхи2. Ок, я пожал, сейчас я буду делать спину и бицепс. Покажу вам несколько своих упражнений и пойду домой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok